Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер всем, кто смотрит канал Беларусь 4. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа Добрый вечер Гомель. С вами в студии Светлана Князева и Александр Гомоля. И начать хотелось бы вот с какой цитаты. К добровольному поступлению на военную службу склоняет неизбежность призыва. Льюис Херши. Друзья, как раз сегодня мы хотим развеять все страхи по поводу службы в армии, откровенно обсудить эту тему и поговорить о призывной кампании 2015. Она с августа началась по всей стране. Тысячи призывников прошли медкомиссию и уже совсем скоро пополнят ряды вооруженных сил Республики Беларусь. Как подготовить себя к армии, какая будет этому альтернатива и почему армию называют школой настоящих мужчин. Итак, мы начинаем. Поехали. Призывная кампания без исключения – важное событие в жизни каждого юноши. По ее итогам, одни отправятся в ряды военнослужащих срочной службы, другие – на службу в резерв. Да вообще, законодательство Республики Беларусь можно по праву назвать самым лояльным по отношению к призывникам. Да, взять хотя бы количество отсрочек военной службы. В таком объеме их нет ни в одной другой стране на всем евразийском пространстве. Как раз об этом и не только. Мы хотим сегодня поговорить с начальником направления призыва на военную службу военного комиссариата Гомельской области Олегом Костюченко. Олег Адамович, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер. Олег Адамович, расскажите, как проходит призывная кампания этой осени, в какие роды войск пополнят наши военнослужащие, призывники? Ну, хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что в Республике Беларусь мероприятие по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве, проходит два раза в год. Это в феврале-май и в августе-ноябре. В настоящее время у нас с августа месяца проходит мероприятие по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве. На укомплектование войск нам необходимо направить около 2000 человек, из них около 300 человек на службу в резерве. Скажите, будет ли укомплектована вот эта цифра? По наличию призывных ресурсов наших юношей и в соответствии с теми расчетами, которые нам доведены по укомплектованию воинских частей, все будет без проблем укомплектовано. Скажите, Олег Адамович, в какие роды войск направляются новобранцы и от чего зависит выбор, кто попадет? У нас в настоящее время в Гомельской области представлены все воинские части Республики Беларусь. Это и силы специальных операций, 38-я бригада Брест, как раньше говорили войска ВДВ. 5-я бригада специального назначения Марина Горка, также представлена полная линейка частей сухопутных войск. Хочу обратить внимание на 120-я механизированная бригада город Минск, в которую входят подразделения танковые, инженерные и войска радиационно-химической, биологической защиты и так далее. А чего зависит, кто попадет? Потому что, я знаю, есть предпочтение у ребят, кто-то хотел в танковых только служить, кто-то в ВДВ. Из каких данных, может быть, от образования? Я согласен, каждый молодой человек, то есть говорят, какие элитные войска, каждый молодой человек что-то от жизни хочет, какая-то у него специальность специфическая, то он связист, то инженер, и выбирает соответствующий род войск. Некоторые хотят служить в войсках связи, некоторые хотят в инженерных войсках, но некоторые хотят в силах специальных операций выполнять соответствующие боевые задачи. Конечно, это зависит от состояния здоровья, морально-деловых качеств данного гражданина. Но вообще есть такая возможность попасть туда, куда ты хочешь? Ну почему? Желание гражданина всегда учитывается, обязательно учитывается. Если он по своим параметрам, по состоянию здоровья, морально-деловым качествам подходит в этот род войск, его обязательно туда направят. Я тебя немножко перебью, все хотят попасть поближе к тому месту, где они родились и где живут. То есть, чтоб не далеко. Какие роды войск сложнее всего по здоровью, где должно быть такое, как хорошее состояние здоровья попасть? Ну я имею в виду, вы имеете в виду идеальное состояние здоровья, но это по состоянию здоровья данный гражданин-юноша должен быть угоден без ограничений. Идеальное состояние здоровья, никаких жалоб на состояние здоровья, это само собой, и морально-деловые качества на должном уровне. Не имеет никаких приводов в милицию, это само собой. Не стоит нигде на учете в органах здравоохранения. А как определяете морально-деловые качества, кстати? Приходят к вам, вы же их не знаете, ребята, что они... Ну как, там очень просто. В настоящее время у нас построена целая система по определению морально-психологического состояния юноши. На каждого юноша еще в год исполнения 16-летнего возраста заводят личное дело призывника, в которое потихоньку, по крупицам складывается вся информация. Что характеризует данного юноша? Это их характеристики с места работы, с места учебы. Это запросы с органов внутренних дел. Стоит на учете и не стоит. Или нарушал он правопорядок, не нарушал он правопорядок. Это же из запроса приходит информация с органов здравоохранения. Стоял на учете и не стоял. Это же информация из районных поликлиник. Обращался ли он за медицинской помощью, какие заболевания у него прогрессировали, как он лечился. То есть это весь комплекс мероприятий, которые проводят и должностные лица военного комиссариата, и врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании данных граждан. Вся информация собирается, и после прохождения медицинского освидетельствования выносится соответствующее решение. Вводен он туда по всем параметрам или не вводен. Под прицелом со всех сторон молодые люди служат. Да, конечно, отношение к армии сейчас у молодых людей серьезно меняется. Олег Адамович, скажите, вот каждая призывная компания характеризуется внимательным отношением к состоянию здоровья призывников. Какое оно сейчас у призывников? Есть какие-то тенденции к увеличению здоровья, то есть улучшению здоровья или ухудшению? Ну, без внимательного, как хочу сказать, без внимательного отношения к состоянию здоровья наших призывников, молодых людей нельзя. Потому что сейчас, в настоящее время, да и не только сейчас, и раньше было всегда такие физические нагрузки, которые, упаси Бог, что случится, и потом как смотреть в лицо матери, отцу, что это не уберег этого сына. Когда призывник прибывает в военный комиссариат, и, как говорил, изучается вся медицинская документация скрупулезно, каждому призывнику врач-специалист подходит индивидуально, смотрит, какие у него были заболевания, на что он жалуется, и соответствующим образом его направляют на медицинское обследование в лечебное учреждение, даже и в несколько лечебных учреждений по нескольким врачам. То есть, подходит к каждому человеку предметно, чтобы не появились у нас таких случаев, чтобы недообследованный больной человек был отправлен на укомплектование войск. Армии нужны здоровые люди, так и не только армии нашему обществу. Ну, в основном, что преобладают заболевания, если для сравнения сказать вам, в прошедшем призыве, и сравню вам осенний призыв 2014 года. Если у нас в 2014 году было порядка 1300 человек, списанных в запас по состоянию здоровья, весной таких было уже порядка 1400 человек, а в настоящее время, уже на сегодняшний день, уже 1500 человек по состоянию здоровья признаны медицинскими комиссиями, негодными к военной службе в мирное время, ограниченными годными к военной службе в военное время. Ну, основные заболевания, основные заболевания, из общего количества, хочу заметить, это сердечно-сосудистые заболевания, сколиозы, кифозы, ну, от чего это происходит, сколиозы, осанка, как говорится, в молодости, по молодости, в школе неправильно это самое, сидели, да, и психические расстройства, определенные около 10%, это каждый призыв, то есть вот эти все заболевания, процент там 2-3 минус плюс, вот таким образом, то же самое болезни органов пищеварения, пищеварения, питания, то есть это сказывается питание, оно по пищеварению болезням, это 7-10% тоже списываемый запас, соответствующим образом. Да, уже даже такие молодые, уже болезни сердца, все это есть. Да, да, то есть надо, как говорят, береги себя и честь с молоду, да. Я даже скажу больше, что многие призывники, они только узнают о своих заболеваниях, как раз во время медкомиссии, не так ли? Да, вот даже такой момент хочу вам сказать, правильно, Александр, сказали, прибывают на медицинское свидетельствование ребята, потом обращаются их родители, ну, и к моим подчиненным, ко мне, говорят, вот таким образом направили, мы это не знали, спасибо. То есть даже молодым нашим людям, это и хорошо, пройдут углубленное медицинское свидетельствование, будут на будущее знать, если что выявили, как лечить, где лечить, и что у него такое заболевание выявлено. Многие, наверное, расстраиваются, кто-то уже настроился на военную службу, а тут и... Лучше вовремя диагностировать и расстроиться, чем расстроиться уже, когда будет поздно. Ну, это, конечно, да. Ну, да. Олег Адамович, скажите, а о качестве вот именно диагностирования заболевания, можно говорить, что оно улучшается с каждым годом и все глубже и глубже получается обследовать? Вы знаете, даже по опыту, даже вот давайте я по себе скажу, если я в свое время, в 87-м году проходил медицинское свидетельствование, поступал в военно-учебное заведение, то сейчас уже такая методика исследований состояния здоровья и обследования, что, я не знаю, мы шутим между офицерами, может, нас уже забраковали, тогда мы, может, и не поступили, да? То есть технологии идут, такие усовершенствуют, так уже обследуют, что... Как у вас раньше? Пришли, наверное, спросили, на что жалуешься, какие жалобы, да? Жалоб нет, все здорово, и вот ты пошел в армию. Сапоги служить, а сейчас? А сейчас очень серьезно относятся. То есть, конечно, прогресс на месте не стоит, все совершенствуется. Что касается военных частей в Гомельской области, расскажите о их состоянии, как они сейчас обустроены, в каких условиях солдаты содержатся? Ну да. Ну, специфика, хочу сказать, воинских частей Гомельской области, это в Гомельской области находится база обеспечения, технического обеспечения. Так сложилось еще с давних времен. И в основном срочную военнослужбу наши парни проходят в составе пожарных команд, так называемых, да? Но что сказать вообще про воинские части? Конечно, сейчас по сравнению с былыми временами, ну, не хочу сказать тепличные условия. Идеальное, идеальное состояние, как казарменного фонда, да? Не у всех даже, вот, ребята с районов приходят, отправляем, не у всех даже дома такие ремонты сделаны, как казарные, да? Какие душевые, какие краны, ну, приятно. Вот последний раз областной день призывника проводили мы весной на базе войсковой части 55-25, город Гомель. Созвали, свезли мы ребят, показали казарму, то есть, где они будут. То есть, много там ребят, которые шли целенаправленно там служить. Казарменный фонд, показали бытовые комнаты, как все это сделано. То есть, все для наших юношей, для наших граждан сделано. Вообще, материально-техническая база, она обладает? Материально-техническая, только все зависит, я говорил и всегда говорю ребятам. Все только, видите, как для вас все это сделали? Сохраните. Приходите. Да, все зависит от вас, чтобы вы изучили грамотно военно-учетную специальность, которую вас будут обучать, и потом смогли ее применить грамотно на учениях, там, сборах. И не дай бог при проведении соответствующих боевых действий. Олег Адамович, да. Скажите, а есть в современной армии дедовщина? Смотрели мы все, наверное, фильм «Солдаты», нагляделись, как это может быть. Ну да, как в народе у нас говорят, дедовщина. Но я по-другому сказал. По военной терминологии это не простые неуставные взаимоотношения. Сказать, что утвердительно нету, как говорится, неуставных отношений. Есть коллектив, огромный коллектив. Но как там и поссориться можно, и это не уступить друг другу. То есть надо людям молодым еще уметь жить в этом коллективе, общаться каким-то образом. Это новый коллектив, новые отношения. Конечно, приспособиться, выполнять указания. То есть это тоже такие, ну, такого грубого, неуставных отношений, как бы это уже прошло. Да и многие говорят, что они пресекаются, как бы, ну, на самой такой начальной стадии. Ну, после такого отбора, Александр, я думаю, и я знаю. Ребята толковые, нормальные, у которых патриотизма хоть отбавляй, это радует. О том, как идет приземная кампания 2015, этой осенью, у нас есть сюжет, подготовил его Олег Синтеров. На Гомельском городском сборном пункте в эти дни многолюдно. Сегодня здесь проходят медицинскую комиссию будущие военнослужащие белорусских вооруженных сил. Впрочем, стать солдатом предстоит не каждому. Справка о составе семьи, выписка из амбулаторной карты, копия документа об образовании, характеристика с места работы или учебы. Каждый документ будет внимательно проанализирован специалистами. Те же характеристики сравнят с данными из правоохранительных органов. Если у призывника что не месяц, то привод в милицию, место в армии такому вряд ли найдется. Впрочем, многих относят к категории негодных службе в мирное время по другой причине – состоянию здоровья. Где-то около 30% призывников на сегодняшний день являются негодны к службе в армии в мирное время. И заболевания, по которым негодны считаются, это сердечно-сосудистая система, в основном нарушение ритма, опорно-двигательная система, плоскостопия, сколиозы, кифозы. Ну, в принципе, основные такие заболевания. Еще около 40% призывников обычно получают отсрочку в связи с необходимостью продолжения учебы, например, или по семейным обстоятельствам. А вот так называемых уклонистов на Гомельщине в последние годы становится явно меньше. В настоящий момент в Гомеле это, скажем так, меньше ста человек, поэтому с ними ведется работа, совместная работа с начальниками отдела внутренних дел, поэтому стараемся это уменьшать. По сравнению с прошлым годом мы уже почти в два раза уменьшили количество неявщиков. Первая отправка в вооруженные силы из Гомеля назначена на 16 ноября. Однако представители воинских частей на городском сборном пункте работают уже сегодня. В конце концов, каждому хочется привести в часть действительно достойных солдат. Здоровых и образованных при современном уровне военной техники неучи и лентяя не нужны никому. Чтобы был целеустремленный, самое главное. Целеустремленный, волевой, решительный. Оперативно реагировать на всякие ситуации, то есть хорошая моторика рук, хорошее зрение, чтобы выделять цели на фоне помех. Молодые представители Гомеля нынешнего призыва будут служить во всех родах войск, от пехоты до авиации. Нельзя сказать, что призывники ничего не знают об армейском быте. Нужную информацию можно найти в том же интернете. Многие вообще целенаправленно готовились к службе в армии, в том числе планируя связать с ней всю свою будущую жизнь. Особых предпочтений в войсках у меня нет. Ну, служба, в принципе, дело непростое поначалу, наверное. Ну, как и в любом деле, привыкаешь. В принципе, дело нелегкое, но справиться может каждый. Представляю, довольно интересный род войск, вот зенитно-ракетные войска. Вот это непосредственно охрана государства, то есть боевое дежурство. Хочу в этом поучаствовать. Мне это интересно, я с самого детства интересовался в армии. Хотел служить, просматривал возможность по контракту остаться даже. Напомним, в гостях у программы «Добрый вечер. Гомель» находится начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата Гомельской области Олег Костиченко. Олег Адамович, вот как было сказано в сюжете, сейчас все большее количество молодых людей готовы идти служить в армию и считают это дело престижным. Вы чувствуете такие тенденции, такие настроения молодежи? Если да, то с чем это связано? Ну, вы сами видели по сюжету, да? Каждый день я соприкасаюсь с такими молодыми людьми, да? И у меня самого такое представление, что не то, что он сейчас патриотизм поднялся, он постоянно есть такие молодые люди, которые целеустремленно готовятся к армии, желают туда пойти. И, как я говорил ранее, остаться и продолжить и связать свою дальнейшую судьбу с вооруженными силами. Ну, таким образом. А есть ли какой-то рецепт подготовки к службе в армии? Вот что посоветуете? Ну, что тут посоветовать? Надо заниматься собой. Собой, как и в моральном духе, как и в физическом духе. Не бояться трудностей. Надо эти трудности пройти, наоборот, попробовать и пройти. Это закалит? Закалит себя морально. И воспитает новые, наверное, качества, мужские качества. Так точно, так точно. Вот таким образом. Ну, конечно, да, настроиться надо каким-то образом. Олег Гадамович, расскажите о службе в резерве. При каких условиях мужчины призывного возраста могут рассчитывать на службу в резерве? Ну, служба в резерве. Служба в резерве отличается от срочной военной службы, что она соответствующим образом гражданин проходит ее путем соответствующих прохождений сборов, на которых он получает соответствующую военно-учетную специальность, которая необходима вооруженным силам. На службу в резерве, не имеющих высшего образования, они служат три года учебных, имеющие высшее образование два учебных года и прошедших подготовку по программе младших командиров один учебный год. Решение о направлении на службу в резерве принимает районная призывная комиссия. Ну, отдает в первую очередь предпочтение. Это ходатайство республиканских местных органов власти о направлении на службу в резерве высококвалифицированных специалистов. Да, я не против таких моментов. Есть парни высококвалифицированные, работают на заводах, предприятиях, распределены туда, они там необходимы. То есть призывная комиссия рассматривает эти вопросы. Также семейное положение, сложное семейное положение, в жизни всякое бывает, а в соответствии с законом, а срочка не положена. Рассматривают, принимают соответствующее решение положительное. Также граждане, которые обучаются на заочной форме обучения и не имеют по этому оснований для получения отсрочки. Ну и следующая категория граждан, которые по состоянию здоровья не были востребованы на срочную военнослужбу. То есть у них состояние здоровья ограничено годное по состоянию здоровья, как я говорю, и не подходят и в органы пограничной службы, внутренние войска и так далее. Их рассматривают, эти вопросы, для направления на службу резерв. Да, вы знаете, настолько слушаю, настолько лояльно и дифференцированно. Да, это то, о чем мы говорили в начале передачи, что наше законодательство всех не заучитывает. Не подходишь под одну категорию. Да, не подходишь по одним параметрам. Пожалуйста, тебе другие. Да, это очень хорошо. Скажите, а что представляет собой форма резерва? То есть как она проходит? Это сборы или что? Ну форма принимает решение направления на службу резервы. Данного призывника мы с областного сборного пункта. Приезжают за ними представители воинских частей. Отправляем воинскую часть. То есть в воинской части есть специальное, издают расписание занятий. То есть проходят они, каждый индивидуально проходит по подготовке определенной военно-учетной специальности. То есть одни, например, саперы, учатся на саперы. Другие радиотелеграфисты. Ну и таким образом проходят путем прохождения, соответственно, получают первый раз, когда они прибыли, получают первоначальные знания военной службы, проходят первоначальную военную подготовку и убывают обратно по месту жительства домой. С работы, не сказал еще, они не увольняются. Им краткосрочные отпуска дают. И продолжают дальше работать. Но когда вызывают командир воинской части, дают соответствующее предписание. Например, по службу они проходят два раза в год. То есть он прибыл домой, дальше работает, занимается, как говорит, приносит пользу нашему государству на соответствующей работе. И в последующем, в соответствующие числа, там месяца, прибывает обратно на сборы. По продолжительности сборов, как установит командир воинской части? Две недели, три недели. Ну, вот таким образом. А много у нас ребят служат в резерве таких умных, которых не хотят отпускать? Которые нужны? Таким образом, вы знаете, если судить, вот у нас в настоящее время надо отправить на службу в резерве 260 человек. Ходотайств, как вот все это проанализировали, уже можно, как говорится, и 700 человек. То есть конкурс большой. Призывная комиссия принимает решение, есть выбор, да. То есть у нас ребят, которых можно бы туда отправить, количество желающих очень много, но мест не резиновое оно. Да, уже лучшие из лучших отправляются, даже самые драгоценные. Самые драгоценные, да, уже смотрят, уже самые ребята, которые, ну все, без них, это самое, наверное, там все не получится. Рухнет. Не получится. Ну, есть такие, есть такие, конечно. Есть, конечно, есть. Я не сомневаюсь. Ребята очень грамотные, толковые. А среди профессий вот какие превалируют? Ну, среди профессий, вот давайте рассматривать Светлогорский целлюлозный комбинат, да, там каких только нету профессий. И токари, и инженеры различные. И все нужны. И вот все нужны. Добружская бумажная фабрика, ну кто там, и это самое, которые с полиграфией занимаются. Ну, нужны, вот и нужны все. То есть призывная комиссия, ну, конечно, идет на уступки. Конечно. Это не вопрос. Олег Адамович, ну много еще разговоров ходило на стране о введении альтернативной службы. Когда вот можно ожидать такой возможности? Ну да, вот про альтернативную службу принят такой закон, но вступать он в силу будет с 1 июля 2016 года. Ну, альтернативная служба, что это такое? Разные ребята имеют, то есть это категория граждан, которые по своим религиозным убеждениям не могут принимать военную присягу, брать в руки оружие, обслуживать военную технику. Но они не могут, и все. То есть им можно заменить военную службу на альтернативную службу. Альтернативную службу. Там-то он исповедует то-то, 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 находится там-то. Ну, призывная комиссия, когда это рассматривает, принимает соответствующие решения о направлении на альтернативную службу. Как это происходит? Происходит, после принятия решения военный комиссариат дает ему направление, они прибывают в органы по труду и социальной защите, и там соответствующим образом им определяют, где они будут проходить эту службу. Поговорили мы про альтернативную службу, про службу в резерве, но про отсрочку ничего не сказали. К кому предоставляется она, кто может рассчитывать на нее? Отсрочки от службы. Очень велик перечень отсрочек у нас. Ну, хотя бы основные параметры у нас. Это отсрочка по состоянию здоровья. Об этом состоянии здоровья говорили. Пожалуйста, ребята, если по состоянию здоровья отсрочка может предоставляться до одного года врачами-специалистами. То есть она не просто так предоставляется. Всегда молодым людям говорю, если вам предоставили отсрочку на год, на 6 месяцев, на 2 месяца, займитесь, пожалуйста, своим состоянием здоровья. Молодость, ветренность, они это самое, это воспринимают как, грубо говоря, халяву. То есть мне не взяли в армию, отсрочку дали, да? Никто не занимается. Здоровье одно. Да, здоровье надо беречь. А отсрочка для продолжения образования. Для продолжения образования, пожалуйста, то есть у нас столько много параметров, чтобы люди учились, молодые люди. Надо это использовать. Всегда надо использоваться. И стремиться к чему-то в жизни. Но хочу напомнить ребятам, если вы уже были отчислены с высшего учебного заведения за какие-нибудь проступки, неуспеваемость и другие происшествия, которые вы совершили, то повторная отсрочка для продолжения вам не положена. Вы будете подлежать призыву. То есть это тоже надо оценить. Учиться, учиться и учиться. И хочу еще по отсрочкам для продолжения образования, что у нас в настоящее время были изменения в закон, что убрали отсрочку по заочной форме обучения. То есть, ребята, внимательно будьте. Незнание закона не освобождает от ответственности. А если вы поступили на заочную форму обучения, вы не имеете права на отсрочку. И вы зря потратите время, денежные средства свои. Спасибо, Олег Адамович. Знаете, после беседы с вами как-то так хорошее у меня такое впечатление сложилось. Потому что особо не знаешь, что ты информацией не сталкиваешься, как вот это все, как служат ребята, как настроены. А вот с вами побеседовали и отрадно. Потому что ребята и хотят служить, как вы говорите, патриотизм есть. И условия есть в армии, да? Поэтому, ну, дай бог, чтобы все только улучшалось. Главное, чтобы было желание и правильное вот видение армейской жизни. Настроенность, видение, чтобы не боялись трудностей, ребята. Он же мужчина. Он очень важный жизнь. Он же должен с этого проявить себя уже здесь. Надо это попробовать, пройти. Ну, чего бояться? Не надо бояться. Да, что ж. А вдруг это откроет новые возможности. Да, может там что-то и хорошее подчеркнешь. А это не то, что хорошее, а это 100%. Возмужаешь, закалишь себя характером и так далее. И переучишься к дисциплине. А это самое главное. Вот ко мне приходят мамы призывников, которых были вопросы, боялись они там дети. Ну, психологически, я понимаю. Приходит военный комиссариат, он переживает все. Как это? Что? Куда? Отправляем вооруженные силы. Приходит мама. Ой, спасибо, приехал в отпуск, сына не узнаю. Я говорю, а что такое? Я говорю, знаете, поправился. Потому что физическая нагрузка, кушать хорошо сказал, да поправился, вы знаете, начал за собой прибираться. Я говорю, вот. А когда служит, он еще какая-то самая лучшая вам понравится. Олег Адамович, большое вам спасибо за беседу. Спасибо, да. Очень познавательно, душевно. Напомню, у нас в гостях сегодня был начальник направления призыва на военную службу военкомата Гомельской области Олег Костюченко. Олег Адамович, успехов вам в службе. Всего самого доброго. Спасибо за участие. До свидания. Спасибо. До свидания. И хочу последнее слово сказать, напомнить нашим призывникам. Самое главное, здоровьем, уважаемые юноши, да, здоровье, оно везде пригодится. И на гражданском поприще, и вам оно необходимо, и вооруженным силам. Благополучия и удачи в освоении, в будущем освоении военного дела. Спасибо большое. Спасибо. Одежда для ведущих предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель». И мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. Саш, только что говорили о призывной компании, совсем забыли сказать, что от воинских обязанностей освобождаются те ребята, которые поступают в ВОЗы на факультеты военные. Вот ты, Саш, в армии служил? Свет, у меня нет с этим проблем. Так ты не Юлия, ты служил или нет, скажи конкретно. Свет, я тебе открою секрет. Я всегда хотел стать военным или спасателем, но вот стал телеведущим. И скажу тебе вот, что каждый день как на пожаре. Кстати, о пожарах. На днях курсант третьего курса Гомельского городского инженерного института МЧС Артем Дегтярев спас на пожаре человека. Да ладно? Да, представляешь, не побоялся зайти в задымленную комнату еще до приезда подразделения МЧС, вытащил из нее человека. Надо же, какой молодец. Да, и как раз сегодня Артем вместе с начальником инженерного факультета Гомельского инженерного института МЧС Дмитрием Григоренко в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер. Добрый вечер. Артем, мы начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, как это было? Как тебе удалось спасти жизнь человеку? Знаете, возвращаясь из увольнения, я спускался по лестничной клетке, заметил странные действия соседей. Тут не растерялся, узнал, что же все-таки происходит. Люди почувствовали запах дыма. Далее все уже по своим навыкам. Я определил, с какой квартиры. Нашли ключи от этой квартиры запасные. Проник в квартиру. Вы знаете, почувствовал странный запах, когда проникал. Решил, что это на плите забыли еду. Но оказалось, что... Это часто бывает. Да. Чаще всего странный запах. Это кто-то оставил просто еду. Подгоревшая кастрюля, сковородка. Когда я прошел в кухню, я обнаружил в коридоре посадавшего. Он был в полусознательном состоянии. Не мог сам выйти. Не реагировал на какие действия. После того, как я его вывел, я пошел уже в другую часть квартиры. Там и нашел уже пожар. Он был на балконе. Самостоятельно смог с ним справиться. И до прибытия подразделения уже встречал его. И так все это происходило. А потерпевший кто был? Какого возраста? 77-го года рождения. Мужчина, да? Да, мужчина. Уже возраст как бы... Около 40-ка. Да. Ну как он так ни сообразил, растерялся ни сам, ни... Ну, наверное, световый. Ну, всякие, да. Всякое бывает. Всякое бывает. Артем, скажи, когда оказался в квартире этой, скажи честно, страшно было? Не скажу, что было страшно. В нашем институте обучают не только теории, но и практики. Мы с нынешнего времени уже заступаем в части гарнизона. Помимо своей части учебно-практической. Уже бывало на многих пожарах. И полученные навыки практические, теоретически смог их применить уже самостоятельно на пожаре. Вот как раз мы видим сейчас фрагменты этого пожара. Так? Вот это тот балкон. Где это был? Какой это дом? Это дом на Сельмаше, улице Кубаковоса. Я проживаю на седьмом этаже. Это был третий этаж. Вот, как видите, было открыто окно. После пожара уже я открыл, выветривался дым. Много дыма было в помещении? Было сильно задымлено. Ну, действовать приходилось уже... По-бластунски, наверное. Да. На ощупь, ближе к балкону. Ну, как повезло людям, что оказался Артем. Мужчине этому повезло, что рядом курсант проходил. Где тут МЧС, да. Артем, скажи, пожалуйста, пригодились ли тебе знания, полученные вот в ходе обучения? Конечно же. На моем месте так бы поступил каждый. Нас всех обучают, как практическим, так и теоретическим. Но каждый курсант, наверное, не каждый человек. Каждый курсант. Нас обучают и те же профессор-предвластический состав, те же курсовые командиры нас учат в таких ситуациях. Вот, например, моих соседей, они растерялись, знали, что я, так сказать, сотрудник МЧС. Ну, первые, как меня увидели, они даже не сказали, что задымлено, они растерялись. Многие забывают даже номер службы спасения. Вот, нас обучают тому, чтобы действовать в таких ситуациях не растерявшись. Полгоритм, четко. Да. Здорово, конечно, Артем. Достойно восхищения такое поведение. Не каждый же так сообразит пойти все это, не знаю, что в душе у таких людей смелых. Не то, чтобы сообразить, да просто не захотят. Горит и хай горит. Страшно, да. А это долг, чувство долга обязывает. Почувствовал уже себя героем? Как тебе? Благодарности, наверное, уже сыплются. Все, конечно, приятно, но я не считаю себя героем. Так бы поступил каждый, как я говорил. И мы к этому идем, мы сотрудники, мы должны спасать людей. И чувствовать себя героем я не чувствую. Многие на службе это делают. Просто я это сделал в неслужебное время. Это для нас, простых смертных обывателей, это кажется героизм. Ну, а вас, да, это ваша работа, только с таким скромным отношением к этому. Я думаю, что Артема можно поздравить с первым таким боевым опытом. Да, самостоятельно. А первый моего? Ну, это что, действительно, вне практики. На пожарах уже много было, да. А самостоятельно принималось решение в одиночестве на пожаре. Это первый раз у меня такое. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот как-то этот поступок Артема был отмечен в институте? Ну, несомненно, конечно, был отмечен. И на разводе общеинститутском, когда присутствует весь личный состав, офицеры, переменный состав, Артема была вручена почетная грамота от института. И ценный подарок. А родителям какая гордость за сына. Какая гордость? Родители, наверное, гордятся. Да, маме многие звонили мне, спрашивали, почему не рассказывал, как это все было. Ты что-то это скрыл от родителей. Он же не читает это за героизм, это его работа. Кто же рассказывает о своих повседневных подвигах, буднях? Он подумал, чтобы мама не волновалась лишний раз. Ну, зачем рассказывать? Наверное, так. Это же работа. Мама должна будет уже привыкнуть. Уже мама готова морально, наверное, к этому. Если мне не изменяет память, то это не первый случай, когда курсанты института МЧС вне практики спасают жизни людей. Дмитрий Николаевич. Да, это не первый случай. И буквально год назад, также в октябре месяце, также наш курсант, он уже на четвертом курсе учится. Также спас человека, масловец Алексей. Он тоже приходил в студию, видимо, участвовал в передаче. Но там была немножко другая ситуация. Здесь Артем вынес человека из огня, а там он оказал помощь утопающему. Он тоже, будучи в увольнении. А это случай, когда на мосту, да? С моста прыгал? На пароме. Когда переправляюсь на пароме. А, на другое что-то. Да. Паромщик упал в воду во время причаливания. Глубина была около двух метров. Алексей, не задумываясь, как вспоминает, говорит, посмотрел только часы противоводные и документов нет. И в чем вот стоял, бросился в воду. Доля секунды, Андреюш. Да, доля секунды. И, в принципе, вот стоя на руках, вынес его на берег. Мурашки по коже, по телу. Я хочу сказать, что вот наши курсанты, вот анализируя, вот как они рассказывают, да, про эти поступки, видят, что это как бы закономерность. И это все происходит подсознательно. Видимо, у них это все закладывается с первого дня обучения в институте. И я просто уверен, что каждый из обучающихся у нас способен и готов поступить таким же образом. Артем, скажи, вот ты когда намеревался, хотел поступать в институт, наверняка же была мечта стать спасателем и спасать людей? Знаете, еще был, когда я маленький, был еще в садике, меня все спрашивали, кем я стану. Многие отвечали, кто-то космонавтом, кто-то президентом. Я отвечал все время пожарным. Я хотел стать спасателем и как-то никогда не задумывался уже, кем стать. Я чувствовал, что вот к этому у меня лежит судьба. Ну вот почему? Я не понимаю, как вот с детства прям так уже определиться. Ну ладно, более старше. Судьба, Света. Судьба. Ну ладно, судьба, но он уже, если бы оно само собой пришло, но он же хотел, хотел с детства быть пожарным. Ну вот чувствовал. Наверное, просто Артем вот чувствует свое предназначение. Может быть, в семье есть военный, военно-обязанный, военнослужащий, папа, может нет, не связан? Нет, никто не связан самостоятельно, так вот решил, что свяжу свою судьбу с этим ремеслом. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот для некоторых курсантов учеба в институте приравнивается к службе в армии. Для каких категорий, расскажите? Ну, буквально для всех. Для всех, кто обучается у нас на инженерном факультете, будь то курсант, либо это студент, который платно обучается. Вот у всех, значит, это вчитывается в службу армии. Кроме того, я хочу добавить, что в дальнейшем им учеба засчитывается потом в выслугу, а дальше и на пенсионный возраст влияет. А дисциплина у них армейская? Дисциплина, да. Армейская, но этого, наверное, бояться не нужно, да, этого слова, потому что все-таки от армейской службы у нас отличается. Это все-таки учеба, это ежедневное посещение занятий, это практические занятия с выездами на объекты, это практики учебные, производственные. То есть это незакрытые люди, которые сидят в четырех стенах, да, и не видят белого света. Это, как говорится, ну не свобода действий, но полноценное изучение овладевания своей профессией. Вот. Кроме того, масса мероприятий культурного плана, это участие в секциях, и каждому человеку не запрещают заниматься каким-то видом спорта особенным, а если у него есть действительно серьезные результаты в этом виде спорта. Потому что у нас есть и лучники, у нас, вернее, стрелки из лука, и хоккей на траве, такие эксклюзивные виды спорта. Разные виды, да. Ну домой ребята ездят на выходные, могут они, имеют право. Увидеть. Ну не часто, наверное, или свободно ко всем. Если свободное, есть время, заслуженные люди, с хорошей успеваемостью, без нарушений. То есть все-таки заработать надо, поездку. Я вот знаю, что Артем заработал в увольнении недавно, по-моему, целую неделю, если не ошибаюсь, Артем находился дома с близкими, да? Да, откосочный отпуск на пять суток мне дали. Дмитрий Николаевич, знаю, что вот буквально недавно в конце лета состоялся международный чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Гродно. И в сентябре был Кубок Спасателей на базе лицея МЧС. Как можно сегодня оценить качество подготовки, спортивной подготовки ваших ребят? Значит, в Гродно, да, произошло неординарное событие для нашей республики. Прошло четыре чемпионата мира. Это чемпионат мира среди юношей, чемпионат мира среди девочек и два чемпионата молодежных среди юношей и среди девушек. И хочу сказать, что все команды наши выступили достаточно успешно. Мужская и женская команды молодежные стали чемпионами мира. Женская, юношеская также чемпионами мира, а мужская или юношеская заняла четвертое место. Поэтому достаточно успешно. Очень достойный результат. Достойные результаты. Да, это достойный результат. И надо сказать, что в сборную входило четыре человека. Два человека нынешних наших курсанта, парня, и две девушки. Также курсанты уже нынешней второкурсницы. Как раз в тему о спортивных достижениях, о соревнованиях у нас есть сюжет. Давайте посмотрим, какие состязания проходили в последний раз на базе Гомельского городского лицея МЧС. Не так давно здесь проходили соревнования по пожарно-спасательному спорту между командами Гомельской, Брянской и Черниговской областей. И вот в сентябре сюда снова приезжали сильнейшие спортсмены. В течение двух дней на базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС свое мастерство демонстрировали претенденты на Кубок Белоруссии. Соревнования такого уровня здесь принимали не впервые, а потому и организация на высшем уровне. В 2009 году вот эта база была построена и сдана весной в эксплуатацию. Летом к нам на сборы приехала сборная команда Республики Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпионату мира. Потренировались. Очень им понравилась сама база, само покрытие дорожек. И они предложили и в календарь соревнований на следующий год было внесено проведение Кубка Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту в лице. В судейском протоколе 9 команд от каждой области и города Минска, а также столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного институтов Министерства по чрезвычайным ситуациям. Лучших определяли по итогам двух видов соревнований. Это преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. Многие участники были в шаге от рекорда. Сегодня сборная Беларуси один из мировых лидеров по пожарно-спасательному спорту. Кубок Беларуси для ведущих отечественных спортсменов – один из этапов подготовки к соревнованиям более высокого уровня. Гомельчанин Владимир Стрельченя завершает подъем по штурмовой лестнице с результатом 13,09. До мирового рекорда не хватает 1,3 секунд. Но на этом кубке лучший результат. Соревнования на Кубок Беларуси 2015 по пожарно-спасательному спорту завершены. Почетный приз у команды Гродненской области. А гомельчане на этот раз только пятые. Дмитрий Николаевич, итак, как часто на базе лицея, на базе института проводятся подобные соревнования? Дело в том, что в лице действительно создана достаточно хорошая база для занятий пожарно-спасательным спортом. И сборная Беларуси пользуется этой базой для проведения очень много тренировочных сборов. Ну, соответственно, и соревнования проходят регулярно. Несколько раз в году лицей принимает вот такого уровня чемпионаты. Ну, и слава Богу, что сейчас такая возможность, и все подготовлено для этого. Дмитрий Николаевич, говоря о победах, призерах, кого можете выделить из ваших воспитанников? Ну, выделить, конечно, нужно Владимиру Стрельченю, которую вы сейчас видели на этом видеоролике. Но начать хотел бы, наверное, все-таки с нашего первого победителя, первого чемпиона мира. Это Максима Шапарева, который, будучи курсантом, третякурсником, в 2006 году попал на третий чемпионат мира в Иране. Вот. И чем уникальны вот именно эти соревнования для этого спортсмена, для нас, он поехал как бы запасным. Он не планировался выступать, он поехал запасным. И случайно стал чемпионом. Результаты у него были серьезные, но в команду в первую очередь включали таких уже именитых спортсменов. Вот. Ну, а для молодого человека, вы знаете, экзотическая страна, уехать, значит, в перерыв такой, в обучении, сказать... Он как следует отдохнуть. Да. Вот. У него такая эйфория. И произошло так, что один из спортсменов наших ведущих получил травму на разминке. И на следующий день перед забегом тренер говорит, так, Максим, готовься становиться в колодке. Вот. Ну и Максим выигрывает. А что значит становиться в колодке? Стартоваться, бежать. А-а-а. Да, на стометровке. Он выигрывает предварительно забег, он выигрывает полуфинал, и в конечном итоге становится чемпионом мира. Вот так вот не ждали? Да. Он, наверное, просто не волновался, он, наверное, думал, что он не будет выступать. Он спокойно спал, он во сне не стартовал, не перенервничал. Попытки не использовал, поэтому он полностью отдохнувший был. Такое вот неожиданное, да, и приятное событие. Да, это было уникально. Тем более, чемпионаты мира проводятся с 2002 года, первый был чемпионат мира в Москве. С 2002 года еще нет победителей именно из числа учащихся курсантов, будь то России, Украины, либо Белоруссии. А где сейчас Максим служит? Максим защищает суета Гомельской области, как и Владимир Стрельщиния, и работает здесь, в Гомельском городеле. Еще какие имена? Ну, мы могли бы еще выделить, да, из... Нужно еще добавить то, что Максим в 2009 году повторил свой успех. Поэтому это можно сказать, что уже была закономерность. Да, он стал дважды чемпионом мира в этом виде. Еще одного нашего выпускника, которого хотелось бы отметить, это Александр Тишковский, который также стал двукратным чемпионом мира. Чем уникален Александр Тишковский? Тем, что в 2009 году, став двукратным чемпионом мира, он впервые в истории выбежал из 13 секунд и установил новый рекорд мировой 12-95. Это был, можно сказать, первый человек, который вот... Рекордсмен. Рекордсмен. Рекордсмен, который, да, разменял 13 секунд и удостоен, наверное, книги рекордов Гиннесса. Это рекорд побит? Ну, сейчас уже побит, да, но это был первый человек, который из 13 секунд выбежал. Ну, и из нынешних наших уникальных, можно сказать, спортсменов, которые приносят славу не только нашему институту, но и всей стране, это Евгений Артюх, который учится у нас уже на втором порте и имеет уже серьезные заслуги и достижения в спорте. Кстати говоря, о Евгении хотел бы перечислить лишь несколько его достижений. Этот курсант трижды чемпион мира в таких видах состязаний, как преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развертывание и общекомандный зачет. Кроме того, он бронзовый и серебряный призер чемпионатов Беларуси, а также рекордсмен нашей страны в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. И сегодня Евгений Артюх в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Присаживайтесь. Женя, позвольте к тебе обращаться на «ты». Скажи, вот все эти достижения, вижу, ты принес с собой медали, это за какой период времени? Вот эти три медали я завоевал на чемпионате мира, вот в Гродно, который сейчас приходил. Вот мы стали чемпионом мира, а также чемпионом мира по боевому развертыванию и пожарной стафе, это есть такой вид. Вот мы стали серебряными призерами. А где и когда ты завоевал свои первые награды? Первые свои награды я завоевал, когда поступил в лице МЧС. Я учился там пять лет. И вот на чемпионатах в Гомельской области я выступал, на кубках лице, вот проходили там же в лице у нас соревнования. Ну вот я постепенно начал завоевать медали. И вот так на протяжении шести лет уже я занимаюсь этим спортом. На протяжении шести лет вот мне удается завоевать медали. Скажи, пожалуйста, с выбором профессии, наверное, как и Артем, ты определился уже давно, не так ли? Да, я вот после шестого класса, когда учился в школе, я поступил в лице МЧС при Гомельском международном институте. И вот на протяжении пяти лет, когда я там обучался, я понял, что я хочу быть военным, хочу учиться в Гомельском международном институте. Вот поступил и уже обучаюсь на данный момент на втором курсе. Что-то повлияло на это решение, либо просто это желание было? Это было мое желание, я всегда хотел быть военным. Как ты тренируешься? Много внимания уделяешься тренировкам? Тренируюсь, как бы я уже, как говорил, шесть лет профессионально и уделяю это очень много времени этому. Это как для меня смысл моей жизни. Я тренируюсь пять раз в неделю и вот одна моя тренировка занимает около двух-трех часов. Женя, сейчас попрошу нашего режиссера вывести на экран видеоотчет с чемпионата мира, где ты участвовал и завоевал золотую медаль. Вот мы сейчас видим, вы готовитесь к старту. Прокомментируй, пожалуйста, как дальше будут развиваться события, как тебе удалось вырвать победу? Ну сейчас очень волнительный момент. Самое главное это не волноваться и верить в себе, что у тебя все получится. И вот мы становимся на старт в Кулотске. И я понимаю, что очень сильный спортсмен по второй дорожке из Чехии и с России по третьей дорожке. А как ты это понимаешь? Ну я как бы знал, что они очень сильны. Я вот подбегал в данный момент к забору и я про себя говорил, что у меня все получится. Вот все, я бежал, делал свою работу, которую я на протяжении всех тренировок делал. Все получилось у меня и вот получилось, что я выиграл чемпионат мира. И при этом установил рекорд мира, который до сих пор еще стоит, никто его не перебил. С результатом 15-56. 15-56, боевое развертывание. Это 100-метровая полоса с препятствиями. 100-метровая полоса с препятствиями. Замечательно. Да. Гордость родителей, руководителей. Уникальное время, 15-56, да? Я вот могу это уже немножко пояснить вам. В 1991 году в Ташкенте проходили, можно сказать, что заключительное соревнование перед распадом Советского Союза. Международный турнир. Тогда еще чемпионата мира не было. И вот на этих соревнованиях молодой спортсмен из города Минска, Парменов, установил тогда рекорд Белоруссии и рекорд международных турниров с результатом 16-55. И вот этот рекорд продержался почти 15 лет. И только в 2005 году наш же курсант Боба Лев Александр дважды его обновлял. Потом обновлял тоже наш минский парень Владимир Стречения, будущий юношей, также устанавливал новые рекорды. И потом уже вот Евгений с результатом 15-56. Стоит только поздравить Евгения с этим результатом. Это действительно заслуживает большого уважения. Ну что можно сказать? Конечно, замечательных людей и профессионалов готовят в Гомельском инженерном институте МЧС. И хочу дать совет нашим телезрителям, нашим незамужним девушкам, дорогие девушки. Не теряйтесь. Не теряйтесь и почаще гуляйте в парки фестивальные. Они там ходят топами. Я когда жила в том районе, наблюдала эти картины. Я так понимаю, вы из института идете в общежитие казарма, как у вас? На занятия, да. На занятия переходите, да. Дружным строем по парку фестиваль. Ребят, спасибо большое за участие. Спасибо вам большое за участие. Успехов вам много. Было познавательно. Новых побед, достижений вам желаем. Спасибо. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Успехов в вашей передаче. Спасибо. До свидания. До свидания. Одежда для ведущих предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Это программа «Добрый вечер, Гомель». И мы продолжаем. Саша, мы продолжаем. Свет, я, конечно, понимаю. Программа, ответственность, эфир. Но у меня тут, понимаешь, процесс. Да бросай-то это занятие. Да и лучше собрать кубик-рубик профессионалу. А потому что у нас сегодня в гостях многократный рекордсмен по спид-кубинку Кирилл Мамонов. Кирилл, добрый вечер. Кирилл, добрый вечер. Кирилл, я тут этот вот кубик пытался собрать все утро. А ты, говорят, делаешь это за 10 секунд. Это правда? Да, правда. Мой личный рекорд – 5 секунд. 5 секунд, да. То есть это раз, два, три и... Ну и да. Тут нужно как минимум совершить 50 действий, чтобы вот все это собрать, а тут за 5 секунд. Ну сейчас попробуем. Может он нам тут хвастается на самом деле. Все не так-то у него и легко, и просто получается. Ну, Свет, перед тем, что мы попробуем, давай немножко о своем госте побольше узнаем. Кирилл, каковы твои успехи, достижения? Знаем, ты недавно вот снова принимал участие в каком-то конкурсе в Москве. Расскажи. Всего я поставил 7 национальных рекордов в таких дисциплинах, как 2 на 2, 3 на 3 и пирамидка. Да, это правда. Я недавно участвовал на чемпионате в Москве, где я занял третье место. Я считаю, это достойный результат, так как чемпионат был масштабный и уровень довольно высок. А много у нас в стране людей, которые занимаются спидкубингом? Всего из Беларуси на официальных соревнованиях участие приняло 200 человек. И в Беларуси было проведено уже 13 официальных соревнований. То есть очень, наверное, много молодых людей увлекается. В Гомеле много у тебя друзей таких же, как ты, увлекающихся? В Гомеле я не думаю, что очень много, но все же эти люди есть. И в Беларуси в последнее время это очень сильно развивается. А что нужно знать, какие-то, может, принципы, чтобы быстро собрать кубик-рубик? Есть всеобщее заблуждение, что для того, чтобы собрать кубик, нужны какие-то способности, знания математические. На самом деле это не так. Любой желающий, кто хочет, может этому научиться буквально за день. Как? Нужно понять принцип и выучить некоторые алгоритмы, которые можно найти в интернете. Хорошо. Кирилл, конечно, хочется посмотреть, как ты это делаешь. Предлагаю Свете запутать этот кубик, потому что Света запутывает всех лучше всех. Уже можно, да? И если она начнет, то тебе понадобится не 10 секунд, а как минимум, наверное, полдня. Но проверим. И на соревнованиях кубики запутаются одинаково для всех участников, чтобы все были в одинаковых условиях, имели равные шансы. Главное не сломать, Света. Он, его можно сломать? Да. Давай, Света, я запутаю. Давай, я и так выкручу, и так, и так. У Кирилла есть специальный, как называется это устройство? Специальный таймер, который используют на соревнованиях. Держи, Кирилл. Кубик. Участнику дается 15 секунд, чтобы осмотреть головоломку, и после этого он начинает свою сборку. А как он работает, таймер? Вот объясни. Кладется две руки. Так. Потом загорается зеленая кнопка. После этого опускаются руки. На таймере зеленая кнопочка. И идет время. После этого точно так же две руки опускаются, и время останавливается. За счет этого четкая, ну, как бы, фиксация происходит. А вот время же, пока ты возьмешь кубик, это же тоже теряется, в счет идет. Ну, у всех участников такие уже условия, поэтому все в одинаковые. Ну, где-то это рядышком совсем вот здесь. Да, он буквально на столе рядышком лежит, поэтому это не очень много времени занимает взять его. Давайте посмотрим, когда делается на соревнованиях. Запустим нашу видеостену, и чтобы у зрителей была правильная ассоциация, как это сделает Кирилл сейчас в студии. Так, вот мы видим сборку. Пошло время, да? 15 секунд на осмотр и на просчет первых ходов. То есть время еще не идет. А-а-а. То есть ты вначале ознакамливаешься? Да. Хоп, время пошло. Ну, пальцы просто их не замечают. Невероятно. Просто, вот, я уже видела. Боже мой, все. И надо руки успеть положить на таймер, да, по крайней мере? Да. Чтобы как-то остановить время. Да, и на соревнованиях есть такие дисплеи, которые отображают время, чтобы всем зрителям было хорошо видно. Ну, так, кстати, интересно, да. Ну что, давайте тогда мы тоже уже начнем. Ну что, слабо запутали? Слабо. А, ты прицениваешься, у тебя же есть, перед соревнованиями вы всегда смотрите. Я говорю, что это хорошо запутано. А ты мне помог. Ну... И каков результат? 20 секунд. Ну, вот, видишь, все-таки... Может, нам ездить на соревнования запутывать? Нет, ну, конечно, пальцы двигаются феноменально. И на соревнованиях участники сами здесь запутывают. То есть, участники делятся на несколько групп, и одна группа запутывает, а другие собирают. И так по очереди. Сами участники. Сами помогают друг другу, да. Ну, у тебя лучше получится запутать, чем у нас, у человека, который собирает? Знаешь, ты как-то так сложнее, как запутать? На самом деле, неважно, сколько запутывать час, день, год, все равно сложнее от этого особо не станет собирать его. Ну, конечно, да. На соревнованиях под специальным скрамблом, так называемым, это последовательность действий, запутываются головоломки участникам. И у всех одинаково. Откуда у тебя вообще такое увлечение? Ну, я 4 года назад отдыхал в Бельгии, и там его друга увидел кубик. Меня это заинтересовало, и я захотел его собрать. Посмотрел в интернете инструкции и научился. И с того времени все началось. Так легко и просто. Ты просто где-то увидел, да? Скажи какие-то основные принципы. Ну, вот так вот, в трех словах буквально, коротко. Есть профессиональные методики и методики для новичков, простые для освоения. Я сейчас расскажу методику, по которой я собираю, собирают большинство людей. Для начала нужно собрать крест на любой из сторон. Но так его собрать, чтобы вот эти элементы были одинакового цвета, то есть центр и ребро были одинаковые. Далее собираются так называемые пары. То есть вы всегда сначала собираете крест? Да. Потом собирается два слоя. Две трети. Да. Потом собирается верхняя шапка. Тут 57 алгоритмов. И далее остальные элементы ориентируются между собой. Ну да, есть все-таки какие-то принципы. Тут еще тоже особые алгоритмы, да. Но я думаю, что у зрителей, когда они будут смотреть нашу программу в интернете, будет возможность вот посекундно все это остановить, прослушать и записать. Как же собирать кубик? Ну самое интересное, видишь, любой человек может было бы желание попробовать себе и получится. А все-таки на скорость сборки что зависит? Какие вот способности, качества? Годы упорных тренировок, знания алгоритмов особо, да. Кирилл, мы тебе желаем успехов, новых рекордов. Кирилл, пожалуйста, расскажи, вот ты с собой сегодня принес разные виды кубиков. Какие самые сложные для сборки? На соревнованиях собирают кубические гололомки от 2 на 2 до такого 7 на 7. Это вообще, наверное, что-то уже для профессионалов супер. Да, также есть вот такие гололомки, Megaminx, пирамидка из Cube. Все это собирается на соревнованиях. Также есть сборка одной рукой, ногами и даже закрытыми глазами. А как закрытыми глазами? На каждый элемент накладывается мысленно своя буква. Из этих букв по очереди составляются слова. И потом эти слова воспроизводятся в алгоритмы. И так собирается в слепую кубик. Ты что-то вообще невероятное рассказать. Я сделал, что я понял. Ничего не понятно. Фантастически, фантастически. Сложно, мне кажется. А ты сейчас можешь закрытыми глазами собрать кубики? Я умею, но это очень много времени занимает. Очень много времени, конечно. А 2 на 2? Ну, кажется, что там 2 на 2 собирать? Его сложно собирать? В соревнованиях даже устраивать по сборке? Тут, наверное, уже доли секунды. Мировой рекорд 0,69. А, здесь просто быстрее. Здесь не сложности. Многие думают, да, что легко. Но, на самом деле, не так уж легко, как кажется на первый взгляд. Он закрыт практически несмотря на то, что ты сделал. Кирилл, мы знаем, что ты увлекаешься не только спидкубингом. Ты еще автор различных проектов в школе. Расскажи в трех словах об этом. Да, в школе я участвую в различных олимпиадах, конкурсах. Всякие работы пишу. Истерпоятельские защищаю их. На какую тему? Да. Ну, в основном это математика, да. Про кубик тоже писал. Про различные стратегии выигрышные. Ну, куда они идут дальше? Развитие какое-то получают кому-то? Это помогает? Ну, надеюсь, что да. Интересно было послушать твоим одноклассникам про кубик-рубинг, про все в этой теме. Да, это необычно. Что-то новое удивляет людей. Кирилл, хочется пожелать только успехов, новых побед. Обязательно. Рекордов, да. Надеемся, что ты станешь чемпионом чемпионов. И мы еще пригласим тебя в эту студию. Хорошо, спасибо. Всего тебе самого хорошего. Пока. До свидания. До свидания. Что ж, сегодняшний выпуск передачи «Добрый вечер, Гомель» подошел к концу. В студии были Александр Гамоля и Светлана Князева. Всегда помните, чтобы вечер был добрым, нужно по-доброму провести день. И главное, к людям нужно быть доброжелательным. В конце недели мы встретимся с вами снова. И поговорим на актуальные темы. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»